Немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря Немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря У всех пациентов подтвержден гистологический переходно-клеточный рак мочевого пузыря Объект исследования является 155 пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря В стадии Т1 согласно критериям включения пациента набраны на две группы Первая группа контрольная, больным которым произведено тур 80 пациентов Вторая группа основная группа, больным которым произведено тур и секонд лук тур 75 пациентов В обеих же группах после операции проводили в интерпузырной химиотерапии с метаметином С или доксорубитином Средний возраст больных составил 65 лет Среднее время наблюдения от 18 до 49 месяцев И в основном в обеих же группах наблюдали мужской пол 80% наблюдались мужчины По размеру опухоли в обеих же группах наблюдалось опухоли больше 3 см В первой основной группе 54%, во второй группе 66% И по количеству очагов опухоли в основном наблюдались опухоли единичные В первой группе 78%, во второй группе 70% И по гистологической дифференцировке в обеих же группах наблюдалась гистология Т1-Ж3 Это объясняется тем, что высокий риск служит показанию повторной трансуретеральной резекции Осложнение после операции в основном наблюдалось кровотечение Которое консервативным лечением останавливалось Длительность операции в первой группе 30 минут, во второй группе 20 минут И на основе полученных данных размер опухоли, категории от количества И по гистологической дифференцировке больные были выделены в группе По степени риска развития ретидива и прогрессии РТК Как видно из диаграммы, в обеих же группах в основном встречался промежуточный риск В первой группе 24%, во второй группе 27% Резидуальная опухоль выявлена в интервалах от 5 до 10 недель Во второй группе у 30% из 75 пациентов 52% тур выполнено радикально В первой группе ретидива возникли уже на первом году наблюдения 16% Во второй группе 2% в случаях Остальные больные, которым не выявлено ретидив На первом году медиана времени наступления ретидива в течение 5 лет От 29 до 32 месяцев среднее время наступления ретидива практически не различалось Общий ретидив за 5 лет в первой группе 48% Во второй группе, которым сделано 2% больных 30% больных выявлено ретидив опухоли В группе 2% переход на мышечный инвазивный рак И, следовательно, перевод на стадию Т2 Произошел у 6 больных Пациентам рестадированной категории Т2 Была рекомендована операция цистиктомия И частота встречаемости ретидива и прогрессии В группе промежуточного риска прогноза Ретидив в течение 5 лет Частота встречаемости 2 раза больше 38% Во второй группе 18% Ретидивы до 1 года в первой группе 12% Во второй группе 2%, что показывает частота ретидива значительно ниже во второй группе И частота встречаемости ретидива и прогрессии высокого риска Риска ретидива за 5 лет в первой группе 92%, во второй 81% В анализе высокого риска Т1-Ж3 выявлено, что частота ретидива за 5 лет наблюдений в обеих группах не различалась Однако отмечается уменьшение ранних ретидива во второй группе 6% по сравнению с контрольной группой 44% Пятилетняя выживаемость в обеих же группах не отличается Безрецидивная выживаемость, выживаемость без признаков прогрессии Раково-специфическая выживаемость у больных с секонд-луктур выше На данном видео производится тур мочевого пузыря Удаляется опухоль мочевого пузыря единым блоком до жировой клетчатки в пределах здоровой ткани И заключение первое Применение повторной трансрутеральной резекции позволяет оценить истинную глубину инвазии опухоли И выявить резидуальную опухоль, тем самым приводя к снижению частоты ретидивирования И прогрессирования немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря У пациентов с высоким и промежуточным риском ретидива Второе. Пациент, подвергнутый на ретур, имеет статистические значимые различия в 5-летней безрецидивной выживаемости Спасибо за внимание Спасибо большое Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание